Рай Добрый день, дорогие друзья! С вами канал ВПРАВОСЛАВИИ И я хотел бы вам сегодня рассказать о том, что такое рай. Некоторые люди думают, что рай это какая-то нирвана, когда человек лежит в каком-то состоянии, какого-то кайфа, и не знаю, какие еще могут быть фантазии различные, плоские, он что-то там ест или пьет, или еще чем-то приятным занимается, на музыкальных инструментах там играет. На самом деле, конечно, такое представление ничего совершенно общего не имеет с тем, как веруют православные христиане. А православные христиане веруют так, что рай это, во-первых, и состояние человека, и место тоже. Место это было создано Богом на земле изначально, то есть это было место, как говорит предание, на горе, где был некий сад, в нем были насажены различные деревья, плоды, от которых первые люди вкушали. Оно было население, и жили там люди, Адам, Ева. И там было два древа, древо жизни и древо познания добра и зла. Вот от древа жизни люди вкушали, и должны были вкушать, что они продлевали через это свое бессмертие. А древо познания добра и зла было людям запрещено вкушать. И вот самая большая катастрофа, которая произошла с людьми, это именно вкушение как раз-таки плодов запретного древа и последующие грехопадения за ним, отчуждение от Бога и наше состояние, в котором мы сейчас все рождаемся, болезненность, смертность и испорченность грехом. До пришествия Господа нашего Иисуса Христа по смерти в рай было попасть нельзя, никому. Даже самые праведные люди, такие как Авраам, Исаак и Иаков, пророки, они по смерти все сходили в ад. Единственное, что они не попадали в мучения, где мучились грешники. Они находились в месте ожидания, которое называлось Лона Авраамова, то есть место, где не было божественного света, но не было и мучений. Они ждали там, когда уже скорее придет Господь наш Иисус Христос. И когда Господь пришел, Он снова открыл двери рая. Что такое рай? Рай – это божественный университет. Вот нашу земную жизнь можно сравнить со школой. То есть в школе человек учится для чего? Для того, чтобы потом сдать экзамены выпускные, а потом сдать экзамены вступительные. Вот выпускные экзамены – это наша смерть, то есть очень важно, как мы умрем, с исповеданием веры, с покаянием или в состоянии греха. И затем экзамены вступительные – это мытарство, то есть это потом посмертные такие путь к Богу, на котором человека будут встречать духи нечистые и испытывать человека на те грехи и страсти, которые он делал при жизни. Если человек не проходит, значит в институт он не поступает, и, соответственно, срывается в ад. Но если все-таки человек туда поступает, что происходит в этом божественном университете? Как и в земном университете, люди там учатся профессии. А профессия у нас очень интересная. У всех людей профессия – это одна, это быть богами. Ни много, ни мало. Только единственное, что богами не по существу, потому что Бог – он один по существу своему, как личность. Один в трех лицах – Отец, Сын и Дух Святой. А люди становятся богами по благодати, то есть по сопричастности к Богу, по его свойствам. Они имеют такую же свободу, будут иметь в будущем царстве, и будут иметь неограниченные возможности, и будут иметь вечную радость, и не болезненность, не уязвимость. Но чтобы профессией заниматься, надо университет закончить. То есть учеба в университете, она продолжается до второго пришествия Христова, до всеобщего воскресения. Когда же наступит второе пришествие Иисуса Христа, то все люди воскреснут в телах, и люди, находящиеся в раю, они уже обретут полноту, потому что душа есть еще не весь человек. Душа – это все равно призрак. И для человека ненормально находиться одной душой без тела. Некоторые люди говорят, что тело – это зло, это плохо. Нет. Тело – это сосуд, который Господь создал для того, чтобы в нем находилась святость. И поэтому жить вечно человек тоже будет именно в теле, в материальном теле. Только оно будет уже нетленное, его нельзя будет убить. В этом теле нельзя будет задохнуться, нельзя будет его там заморозить или что-то еще сделать. Оно будет нетленное, и оно не будет уже расположено ко греху, оно не будет мучить нас страстями. И поэтому есть понятие рай, то есть это место ожидания, где люди учатся и получают профессию, и там будет общение со всеми святыми. В раю мы увидим и святителя Николая, в раю мы увидим апостола Павла, апостола Петра, увидим наших предков благочестивых, которые тоже туда вошли. И они будут нас учить, и там мы увидим самого Христа, увидим Пресвятую Богородицу, и будем находиться в их присутствии, непрестанно радуясь и обучаясь вместе с ангелами. Когда же наступит Второе Пришествие, мы войдем в нечто, которое называется уже Царство Небесное. И в Царстве Небесном мы не просто будем его гражданами, как мы сейчас являемся гражданами, в Царстве Небесном мы будем соцарствовать вместе со Христом. То есть мы будем вместе со Христом, как его братья по плоти, потому что каждый человек, который принимает Святое Крещение, он по плоти становится братом Христу, и в этом Царстве, можно сказать, все станут со-царями Христу, и, можно сказать, станут со-богами, если угодно. То есть Бог дарует людям, по сути, то же, что и себе. Единственное, что Бог, Он безначален, а мы, конечно, с вами имеем начало, поэтому мы в раю, что будем делать? Мы будем бесконечно приближаться, и будем непрестанно воспевать, хвалить и согласовывать Бога, и это Богопознание, оно будет приносить огромную радость, и оно никогда не надоест нам. Поэтому человек, чтобы попасть в рай, он должен исполнить самую первую заповедь, которая звучит так. «Возлюби Господа Бога твоего, всем сердцем твоим, всею крепостью, всею душою твоей, всею мыслью твоей и всем разумением твоим». Если мы сохраним эту заповедь и вторую подобную ей, и ближнего возлюби, как самого себя, то тогда мы сможем продолжить это состояние вечно. То есть, если мы при жизни научились словословить Бога, если нам молитва и присутствие Бога, богослужение, оно приносит радость, то это словословие потом продлится в вечности и никогда не надоест. Кстати говоря, некоторые святые бывали в этой жизни в раю. Апостол Павел описывает, что он был восхищен в рай, то ли в теле, то ли не в теле, и слышал удивительные слова, которых не может человеческий язык описать. А вот святая мученица Дорофея была восхищена в рай и даже своему мучителю принесла из рая два яблока. Так говорит нам священное предание. Поэтому рай, прежде всего, это состояние и это место. А место это ведет потом в Царство Небесное. Желаю нам всем туда попасть. И для этого, конечно, нам надо прибегнуть к Господу нашему Иисусу Христу, потому что надо понять еще одну очень важную вещь. В рай мы входим не добрыми делами самими по себе, а именно той жертвой, которую Иисус Христос за нас принес на кресте и при общении к Нему. А добрые дела нам нужны для того, чтобы от Христа не отпасть и не потерять с Ним соединение. Потому что в рай мы входим в теле Христовом. И Его жертвой, Его силой мы смогли получить такую возможность.